Вот такая вот прелесть у нас получилась. Смотрите, очень аккуратненькая. Дорогие мои друзья, любимые подписчики, уважаемые коллеги по увлечению, всех вас рад приветствовать на развлекательно-познавательном портале «Послушно. Секреты рыболова». Друзья, сегодня я вам покажу очень простой и красивый способ, как вставить двойник в поролоновую рыбку. Вот многие, кто хочет сам делать такие рыбки, они сталкиваются с проблемой, как вставляется крючок, двойник, некоторые разрезают, значит, вклеивают туда крючки. Это вызывает определенную трудность, возиться не хочется. Я вам покажу, как это сделать проще. Вот как это сделать удобно. Небольшая просьба к вам, друзья. Всем, кто еще не подписан на мои ресурсы, пожалуйста, переходите, подпишитесь. У меня есть YouTube-канал, у меня есть Dzen-канал. На Dzen-канале, помимо видео, выходят текстовые форматы. У меня есть Pulse-канал, на котором тоже выходят текстовые форматы. У меня есть сайт, у меня есть Routube, у меня есть группа в Одноклассниках, у меня есть группа ВКонтакте. Тот, кто еще не вступил в группу в Одноклассниках и ВКонтакте, вступайте, чтобы не потеряться. А я буду начинать. Итак, вот имеем такие поролоновые рыбки. Это у меня вырезано на станке. Вот, кто-то может режет сам. Это сделано просто визуально красиво для человека. Для рыбы не имеет никакого значения, какая будет у вас поролонка. То есть, похоже на рыбку, не похоже на рыбку. Если вы просто даже вырежете вот такой вот треугольничек, пирамидку, это тоже будет работать по рыбе. Рыба не смотрит на очертания хвоста. Вот, тем более, у меня вот тут вот три разные. Это вот у меня уклейка, это у меня платва и вот это вот ерш. Я ему состриг плавники. Вот для нас это все отличается, а для рыбы под водой, для хищника, для судака это все будет одинаковым. Вот, для улучшения работы поролонки рекомендуется сбрызгивать ее различными аттрактантами, которые привлекают хищную рыбу. Но хочу заметить, что судак это одна из всех рыб, которые в первую очередь ориентируются на зрение. И потом уже, когда подходит близко, только с близкого расстояния, там полметра, там 20-30 сантиметров, она чувствует запах. Издалека не имеет никакого смысла использовать аттрактант. То есть, судака мы привлекаем визуально изначально. Итак, потребуется гвоздь. Сам двойник. Вот, прикинем, в каком месте у нас будет двойник приблизительно, да? Вот так вот. И я сейчас нагрею. У меня здесь есть газовая плита. Нагреваем гвоздик. И с помощью горячего гвоздя, вот приблизительно сейчас здесь, на этом уровне, сделаем отметку. Вот, давайте так. Оп. Видно? И сразу с этой стороны по центру. Все, вышло. Итак, вот имеем вот такую штуку. А далее, по аналогии с силиконовыми приманками, берем двойник. Подливаем так же. Приманка смотрит головой от нас. Один крючок сверху, другой крючок снизу. И ушко торчит влево. Приманка от нас, ушко влево. Вот так вот аккуратно получили. Теперь берем из прошлого видео наш бобинодержатель из велосипедной спицы и волшебной пипетки. И делаем небольшую подмоточку. Здесь фиксируем лаком или клеем. Смотрите, чтобы лак не попадал на поролон. Или там, если у вас клей какой-то, чтобы он не попадал на поролон. Потому что поролон некоторыми активными химическими веществами разъедается. Все. Это даже не обязательно, можно не фиксировать. Просто если вы заготавливаете сразу, я никогда не заготавливаю сразу по много приманок. Потому что я делаю их по мере поступления. Я сделал 3-4, оторвал на рыбалке, я снова сделаю 3-4. Вот такая вот прелесть у нас получилась. Смотрите, очень аккуратненько. Двойничок торчит. Кто-то любит вот так двойнички поджимать, чтобы делать не зацепляйку. Вот. Надеюсь, информация была полезной. Лайк, подписка, колокольчик. Всем добра, всем позитива, крепкого здоровья и удачного времяпрепровождения на нашем любимом отдыхе на рыбалках. Продолжение следует...